И сейчас Олег Гончаров у нас в студии. Олег Васильевич, добрый вечер. Я так понимаю, что поздравления сегодня не принимаете? Нет повода для поздравлений. Я не вижу это победой. Просто очередной этап для продолжения деятельности по объяснению своей невиновности. Хотите оправдательного приговора? Я хочу оправдательного приговора и уверен в том, что другого выхода, кроме как оправдательный приговор, его не существует. Я так понимаю, вы очень долго говорили о том, что у вас есть неоспоримые доказательства вашей невиновности. Но почему не видят их в суде, в первой инстанции, во второй? Если сказать по-простому, то я ощущаю некое давление на тех людей, которые занимаются разбирательством данного дела. В суде железнодорожного района с самого первого момента было понятно, что там настроены на обвинительный приговор. Поэтому от судьи не было ни одного вопроса по существу. Поэтому, в принципе, судебное заседание вела сторона государственного обвинения, а не судья. Приговор, с которым я вышел из железнодорожного суда, он не имел под собой абсолютно никаких оснований. Не соответствовал закону, в связи с чем я его обжаловал в вышестоящую инстанцию, в Краевой суд. На первом заседании и на втором заседании я сделал для себя выводы, что Краевой суд хочет разобраться в данном вопросе. Были грамотно поставленные вопросы со стороны суда. Была видна позиция судьи самостоятельная, принципиальная и профессиональная женщина. Это меня натолкнуло на такую мысль, что стоит разбираться и дальше. Вчера на заседании суда мы разобрали все те обвинения, с которыми я вышел из железнодорожного суда. В принципе, их осталось два обвинительное заключение, оно кончилось, уже было признано несостоятелем в железнодорожном суде. В Краевом осталось два момента, две позиции, по которым я и обвинялся суммарно на пять с половиной лет. Это якобы я дал указание Ковригину на проведение иных работ, принятых комиссий, и на то, что департамент городского хозяйства обязан был прекратить движение под подпорной стенки на проспекте Свободном. Смотрите, ваша ситуация, она выглядит вот для обывателя следующим образом. И овцы целы, и волки сыты. И вы не отправились в колонию, попали под амнистию, и по сути виновные есть, вот они наказаны. Я с этим согласен полностью. Вот сегодняшнее решение суда, что ладно, хватит, ты там что-то ходишь, что-то жалуешься, на тебе вот пять лет под амнистию, и вроде как и сняли судимость, и можешь жить с этим дальше. Она меня не устраивает, вот эта вот полумера, зачем эта подача? Если я виноват, то судите меня, садите меня, ужесточайте мне наказание, и не в колонию поселения, а давайте там, как положено на зону, готов принять самые жесткие меры наказания. Люди погибли, это же не шутка, в мирное время семьи остались без кормильцев, без родственников, такого не должно быть. И для того, чтобы не случилось, есть все предпосылки, все нормы закона, просто их необходимо выполнять, тем людям, на которые эти обязанности возложены. Я готов к тому, что судья скажет, вы виновны, идите, мы доказали вашу вину. Если я не виновен, тогда освобождайте меня от этой ответственности, и признавайте меня невиновным. Зачем вот эта вот середина, вот пять лет, для того, чтобы и люди действительно... Многие же правда не понимают, вот он чиновник, чего он там избегает какой-то ответственности. Многие не понимают, что эта ответственность, она не моя. Она возложена на ряд других людей. А чья? Кто? Для этого есть другие должностные лица. Департамент городского хозяйства, это не миф, что это всемогущая такая структура. Абсолютно нет, ее действия регламентированы нормами закона. Но смотрите, сейчас реального наказания, по сути, за гибель двух людей никто не понес. Никто не понес. Кто должен сидеть на скамне подсудимых? Вот я бы из корректности, наверное, не отвечал, не называл фамилии в прямом эфире, но я их называл раньше неоднократно. Надеюсь, что люди знают эти фамилии. Кто? Ну, как кто? Есть администрация железнодорожного района, есть председатель комиссии по чрезвычайной ситуации, есть такая структура, как управление по гражданской обороне чрезвычайным ситуациям. В их полномочии... Бобров, Игнатьев, Беглюк. Да, практически исчерпывающая перечень. Вот если бы все эти лица были привлечены на самом первом этапе в рамках расследования уголовного дела, все разбирательство бы давным-давно закончилось. Было бы понятно, где, чья деляна и кто должен был, какие меры принимать. Относительно вот этого акта о принятии работ на свободном, куда он все-таки пропал? Это загадка, это тайная, непонятная. И помимо этого документа отсутствует много других материалов в деле. Этот акт поставил бы точку на самом начале расследования. Если он есть, на нем стоят подписи. Кто сдал работы, кто принял. Какие работы, какие объемы, стоимость данных работ. То есть просто из материалов дела документ пропал? Его и не было изначально в материалах дела. Он был заявлен, что он есть. Мы все это видели, все слышали. В ходе предварительного следствия я требовал данный документ. Мне было отказано. Попросил его через железнодорожный суд. Судья отказал, не захотел его запрашивать. Вообще этот документ покрыт тайной какой-то. Если там стоит моя подпись, я виноват, я принял эти работы, давайте меня тогда судить. Слово не скажу, пойду сяду на самый максимальный срок. Если там нет моей подписи, значит там стоит подпись того, кто работал Кавригина, того, кто контролировал Игнатьева. Вот, люди, давайте будем работать с ними. Этот документ прячут, его нет в материалах дела. И нет понимания вообще, где он. В суде в Краевом вчера представитель Следственного комитета дала всем такую информацию, что она получила сведения о наличии данного документа непосредственно от следователя. Мы приглашаем следователя, чтобы спросить, где он, нам отказ. Следователя не приглашают. Как тогда узнать правду? Почему тогда руководитель Следственного комитета говорит, что эта стенка, есть неопровержимое доказательство, находится на балансе Красмос-Доринджа? Он это говорит по телевидению, а почему в материалах дела нет этого доказательства? И сегодня она получается бесхозной. Давайте немного о вашем будущем поговорим. Вы, получается, сейчас судимость вас сняли, да, я так понимаю? Я до конца не разобрался в юридических тонкостях, с адвокатом еще не виделся, но да, прозвучало, что судимость с меня сняли. Что это означает? Но ограничения на какие-то должности у вас есть? Нет, его нет. Вы собираетесь работу как-то искать в Красноярске или не намерены здесь работать? Я собираюсь искать работу. Нужно два года без работы, нужно каким-то образом восстанавливаться в этом пробеле. Пока я не готов сказать. Просто для себя решил, что моя деятельность последующая должна находиться в сфере оказания не услуг населения, а для того, чтобы... Ну, просто хочу приносить пользу городу. Понятно, что, по сути, для вас точка не поставлена, но она поставлена, скажем так, для общественности, да? Для галочки процесс этот разрешился. Но, тем не менее, ситуация с подпорными стенками лучше не стала. Их по-прежнему в городе много. Если вы можете, если хотите, вы можете дать совет вашему преемнику на этой должности, как человек, который знаком с кухней мэрии. Я полагаю, что мой преемник в рамках своих полномочий предпринимает все меры для того, чтобы эти стенки не представляли больше угрозы. У него выхода другого нет, он обязан предпринимать такие меры. Может быть, в силу каких-то объективных причин, как объемы финансирования в наше непростое время, они не позволяют сегодня одномоментно выполнить все работы. Скорее всего, это так. Но есть общее понимание, есть обследование, я знаю, что оно проведено. Понимание технического состояния данных объектов. Полагаю, что их безопасность сегодня обеспечена. Я уверен, что на уровне администрации города, главой города предприняты все меры для того, чтобы подобное больше не произошло. У меня нет в этом сомнений в рамках администрации города. Но эти меры не предприняты органами прокуратуры, суда. То есть сегодня получается, что от наказания люди ушли. Но не понесли, не предприняты меры, чтобы такого в будущем не случилось со стороны правоохранительных органов. Вот это вот не сделано. А то, что в администрации такие меры приняты, я в этом уверен. Ну хорошо, будем надеяться. Спасибо большое. На студии был Олег Гончаров. Я думаю, что мы с вами еще увидимся.